У нас есть некая ситуация, в которой задействованы начальник отдела и руководитель группы. Между собой они находятся вот в таком иерархическом подчинении. Не торопитесь записывать. Меня интересует 6 добровольцев. Прошу. Вакансии открыты. Записывайтесь, выходите сюда. А вот туда себя записываете. Вот берите фо-мастер, маркер и в соответствующую вакансию в себя вписываете. Ага. Ну вот куда хотите, туда и вписываете. Вакансии свободны. Так. Прекрасно. Без проблем. Где хотите? Видите, вакансии открыты. Так. Пожалуйста. Личное пристрастие. У вас есть возможность сыграть в какую-то ролевую игру? Значит, руководители группы у нас... Если можно, я попрошу вас пересядь. Так, что-то такое отдельное было, да? Так, вы у нас руководитель группы, да? Да. Так, да, да, я сейчас передам вам. Значит, вы теперь изучаете кейс и вопросы вы задаете мне, если можно, да? То есть вот что-то непонятно там вполне может быть. Знаете, как не напиши, все равно у кого-то могут быть вопросы. Я тут же подойду с удовольствием и дам образъяснения. Хорошо? Так, теперь я раздаю ситуацию для начальника отдела. Значит, это у нас Вадим. Вадим, пожалуйста, изучайте ситуацию. Значит, Татьяна. Так, пожалуйста, изучайте ситуацию. Так, и Людмила. Так, как потерял. Ой. Да, все, я так немножко вот потерялся. Пожалуйста. Да? Значит, пожалуйста, изучайте кейсы. Да? Вот, мы подождем какое-то время. Вживайтесь в роль. И, пожалуйста, если какие-то неясности, спрашивайте меня. Ну, то есть подзывайте меня, я буду вам давать разъяснение. То есть суть. Да? Управленческая встреча. То есть мы сейчас с вами снимем три учебных ролика. У нас есть видеокамера. Да? А потом посмотрим и разберем ситуацию с вами. Значит, мне нужно сейчас, чтобы вы ознакомились с ситуацией. После этого он будет действовать таким образом. Начальников отделов двоих, кроме первого, Вадима, мы попросим погулять в коридоре, пока тут будет проходить съемка. Они там могут подготовиться, но при этом я не хотел бы там выводить кого-то в качестве надзирателя, да? У меня просто просьба к Татьяне и к Людмиле, что вы, ну, по-честному, то есть вы не будете вырабатывать единую политику. Хорошо? Каждый просто сыграет за себя, то есть потому что, ну, как бы, будет иначе неинтересно, да? То есть от вас не требуется действовать обязательно как-то оригинально, да? Но, по крайней мере, и неинтересно, когда вырабатывается какая-то единая политика и два человека играют одинаково, да? Так что, вот. Значит, и просто если ко мне вопросов нет по ситуации, тогда я попрошу вас и вас где-то побыть в коридоре. Нет, с кейсом, с кейсом возьмите с собой, может быть, какие-то мысли придут. То есть вы продолжаете подготовку, да? Просто вот неважно было по ситуации все ли вам понятно, да? Если да, то, собственно, вот. Ну что, давайте мы сейчас с вами здесь создадим кабинет. Вадим. Прошу. Занимайте места. Все, тогда Павел, прошу. Добрый день. Здравствуйте, Марк. Какие-то, у нас сегодня было достаточно течения на 2.15 для судения планов в избирательном отделе. И я, конечно, на что могу учиться? Нет, я могу объяснить, не надо ли как-то ступором для виновата, если я не был виноват в предыдущем? Понятно. Это просто, то есть вы зашли в ту сторону или запаховые пиры, когда вы говорили, не надо ли? Нет, я не могу объяснить. Можете посмотреть на то, что здесь? Цепление устроено приадетское субъемление, когда он сходил в кабинетной работе. Ну что, сходил в кабинетной работе. Да, там была сезда. А там еще есть. К сожалению, нашла бы сходил в кабинетной поэту. Я думаю, к ним скачать. К сожалению, нет, принять я не вращаю. Понятно, а тем не менее, то, что мы принесли в 15-е, почему это? Зарушение в том, что мы спали в степени. Мы отправим меня на развитие, а вы можете уважить разрешение на это решение. Полностью моего. У меня прииграл, если честно. А, собственно, я считаю, что вы можете продолжать. Это же не ринг, нету конга. Вы хотите, может быть, конец? Честно говоря, я понял, что я в основном неправильной позиции, но дальше я уже вижу, что на самом деле это неоправильная ситуация, а там уже надо проявить ситуацию. А чем это сразу? Честно говоря. Наверное, я не смог передать то свое недовольство, конечно недовольство. Не смог этот ролик дать толчок, а понимал, что это очень страшно. Куча ситуаций. И я принял бы такое ироническое. То есть я не воспринимаю серьезно мои доводы, мои комментарии. Вы говорите сейчас, если можно, о себе или о товаре, да? Я слушаю. То есть вы считаете, что причина в том, чтобы не сумели показать всю серьезную ситуацию, да? Да. Хорошо. Спасибо. Прошу. 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 Я вас пригласилась для того, чтобы обсудить с вами тот случай, который сегодня произошел. Для меня он кажется очень странным, но я хочу услышать ваше объяснение. Вы, безусловно, в курсе того, что в нашей компании запрещено как выбывать на рабочем месте, так и оплатить. Пожалуйста, расскажите мне, как получилось, что сегодня мы не только сами научили перейти в эту работу, но и другие свои теперь же не просто корректы сотрудников, а теперь же сами решили обсудить. Я прошу извинения. Моё послание связано с любимыми мастерствами. Я попала на фоку, на фоку, на фоку, на фоку. Быть вовремя. Я подвигал, что вовремя пилы. Да. И все ваши пилы, которые тоже делали. У коллег были свои причины, а по-другому не работали. И вы не в курсе того, почему ваши сотрудники обрадали на рабочем месте? Я не в курсе того, почему такие стрессы будут? Так что же все-таки произошло? Почему? Быть в курсе.